Сегодня мы поговорим о том, почему важно разбираться в биохимии и физиологии воздействия витаминов и минералов на организм, с комментарием врача-гастроэнтеролога. Для начала подпишись на канал, нажми на колокольчик и в конце поставь лайк, так больше людей увидит это видео. Спасибо, друзья, за вашу поддержку и спонсорство, наша команда очень вам благодарна, все варианты помощи в описании. Ну тогда начнем. Почему важно разбираться в биохимии и физиологии воздействия витаминов и минералов на организм человека? Потому что, даже назначив тот или иной витамин пациенту, мы не можем быть уверены в том, что прием микронутриентов пойдет ему на пользу, если не знаем о взаимодействиях микронутриентов. Микронутриенты, включающие в себя витамины и микроэлементы, это биологически активные вещества, которые регулируют многие биохимические процессы в организме. Пища – основной источник питательных веществ для человека и ее состав имеет важное значение для обеспечения организма микронутриентами. Витамины и минералы могут вступать друг с другом в различные реакции. Фармакодинамическое воздействие, то есть эффект одного микронутриента на действие другого в организме, может быть, первое, синергическим, означающим усиление действия. Второе, антагонистическим, означающим ослабление или полное блокирование действия. И то, и другое воздействие важно учитывать, и чтобы не допустить передозировки и токсического эффекта от витамина, и чтобы сохранить эффект от микронутриента. Помимо взаимодействия микронутриентов между собой, существует также и взаимодействие их с компонентами питания – белками, жирами, углеводами и клетчаткой. Избыток или недостаток макронутриентов в рационе питания влечет за собой повышенные потребности в воды и жирорастворимых витаминах. Употребление высокорафинированных продуктов – просеянная белая мука, белый рис, сахар – увеличивает риски развития дефицитов микроэлементов. Важно помнить, количество пищевой клетчатки также имеет прямое влияние на усвоение микроэлементов. Частые ошибки в приеме витаминов и минералов. Первое. Сочетание продуктов, содержащих кальций с продуктами, с большим содержанием жиров и фитатов. Второе. Прием в один период времени железа и кофе с молоком или кальций, содержащих продуктов. Третье. Прием жирорастворимых витаминов на голодный желудок. Четвертое. Прием микроэлементов со стимулирующим действием в вечернее время. Больше не значит лучше. При передозировке макронутриентов возможны нарушения обмена веществ, изменения самочувствия, дисфункции органов и систем. Дисбаланс микроэлементов лежит в основе многих заболеваний внутренних органов и болезней обмена веществ. Грамотный подход к коррекции таких состояний направлен прежде всего на восстановление баланса организма и на предупреждение развития заболеваний. Еще больше информации вы можете найти на нашем канале по различным медицинским направлениям и советами практикующих врачей, которые могут вам быть полезны. Отправляйте пост друзьям, родным и близким, эта информация будет всегда актуальна. Будьте внимательны к своему здоровью и не забывайте вовремя проходить контрольное исследование, если это требуется. Обращайтесь за помощью к грамотному специалисту и никакого самолечения. На этом все. Здоровья и удачи вам, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok